День полиции Результат работы сотрудников по делам несовершеннолетних направлен на недопущение преступлений среди подростков. И среди таких инспекторов сотрудников является Мольдер Утепова. Она является инспектором по делам несовершеннолетних за Чиканского отдела полиции. Мольдер, для начала скажите, пожалуйста, как проходит ваш порядок дня, ваш рабочий график? Каждый день утром в 8.30 у нас проводится развод, доводятся ориентировки, утверждается план работы. Планируется рабочий день и приступаем мы к своим функциональным обязанностям. В них мы обслуживаем вызова, обеспечиваем охрану общественного порядка и выявление пересечения административных и уголовных правил нарушений. Следующий вопрос. Отметьте, пожалуйста, в чем заключается сложность вашей работы? С какими трудностями вы сталкиваетесь? Сложность работы. Есть у нас неблагополучные семьи, которые не исполняют свои родительские обязанности. И есть подростки, сложные подростки, которые мы ставим на учет и проводим профилактические беседы. Мольдер, скажите, почему вы решили выбрать эту профессию и как долго вы работаете в этой сфере? Я работаю инспектором по делам несовершеннолетних. С детства мечтала работать в правоохранительных органах и не допускать преступлений, следить за порядком закона. И в осознанном возрасте решила выбрать профессию именно инспектора по делам несовершеннолетних. Дни сотрудников по делам несовершеннолетних расписаны буквально по минутам. Нужно успеть проведать семьи, стоящие на профилактическом учете, провести профилактическую и воспитательного характера работу с подростками, а также привести документацию в порядок. Мольдер, вот мы приехали к семье, которая стоит на учете, да, получается? Да. Скажите, какую вы сейчас работу с ними проводите? Данная семья находится у нас по категории неблагополучная семья. Мы каждый раз приходим к ней домой, проверяем ее, проверяем несовершеннолетних детей, в каком состоянии, чем она занимается, с воспитанием своих детей. Как часто вы приезжаете на проверку? Каждую неделю мы проверяем. Приходим домой, проверяем место жительства, положение семьи, воспитание своих детей несовершеннолетних, чем родители занимаются, пьют ли спиртные напитки. Хорошо, понятно. Наиле, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько лет вы уже работаете кинологом и в чем сложность вашей работы? Я работаю в кинологическом центре ровно один год. Работать начал я, придя с армии, устроился на работу и выбрал именно эту профессию, потому что... Потому что всю жизнь была, как сказать, привязана к собакам. И когда узнал то, что есть вакансии, я уже как бы не думая, сразу пришел, подал резюме департамент полиции Западной Казахстанской области. Скажите, тяжело ли работать кинологом? Как вам, нравится ли работа с собаками? Кинологом работать не тяжело. На каждой профессии, наверное, есть свои трудности. В первую очередь, чтобы быть кинологом, это нужно терпение. Самое главное – это любить своих собак. Например, вот моя служебно-розыскная собака, которая так же, как и я, попала в кинологический центр, можно сказать, молодым с ним, вот, недавно. У нее линия работы, следовое направление. Его зовут Барон. Отлично. То есть это ваша собака? Да, это моя лестная собака. Я сам ее дрессировал полностью, сам с ней работаю. Угу, отлично. А еще какие у вас есть собаки и по каким направлениям они работают? Для чего они предназначены? Четыре направления у нас. По поиску наркотических средств, по поиску взрывчатых веществ, по следовому направлению и по адрологическому направлению. Угу. И собаки у вас каких породов имеете? Собаки у нас есть в лабрадоре, ритвейлере. Общее количество собак у нас в кинологическом центре 21. Это в лабрадоре, ритвейлере, немецкие овчарки, бельгийские овчарки и спенель. Угу. И каждый из них предназначен для определенного направления, да? Каждый из них предназначен для определенного направления. Угу. Например, вот сейчас данная собака, она предназначена по следовому направлению. То есть я сам кинул. Угу. У меня направление следовое. И это моя служебно-местная собака, которая тоже тренирует именно по следовому направлению. Угу. То есть на вызова, там, в которой бы не были, кражи. Угу. Ну, я выезжаю с данной собакой. Поделитесь какими-нибудь примерами, где вы успешно провели операцию. Буквально на днях поступил вызов. По улице Есенжаново была совершена кража путем взлома дома замка. То есть были похищены вещи. Проехав на вызов, барон, взяв след, направился по улице Есенжаново, где-то пройдя тысячу-тысячу-пятьсот метров, вывел к определенному дому, где позже при обыске были обнаружены пропавшие вещи. Ммм, отлично. Скажите, Наиль, а как вы ухаживаете за собаками? Уход, питание, как производится? Скажите, пожалуйста. У нас на каждый месяц в первую очередь составляется план дрессировки служебной собаки. Это то есть, что мы будем делать в определенном течении месяца. Потом уход. У нас также работают лажатые, которые только они собственноручно кормят собак. Дают им питание. Все они определенные. Мы, в свою очередь, каждый киновник ухаживает за своей собакой. Это, например, весной у нас расчесывание собаки было, купание собак также, обработка от крючей. Есть свой ветеринар, который следит за состоянием. То есть, если какие-нибудь вопросы по поводу собаки возникают, мы обращаемся к ветеринару. Наиль, вы как сотрудник полиции, вы, значит, в этом году празднуете впервые свой профессиональный праздник. Поздравляем вас с праздником, в первую очередь. И что бы вы пожелали своим коллегам? Хочу пожелать своим коллегам и, так сказать, тоже людям, которые хотят устроиться именно стать сотрудником правоохранительных органов. То есть, в первую очередь, это воспитать в себе чувство к ответственности, быть патриотом своей Родины и профессионалом своего дела. Спасибо. День Казахстанской полиции День Казахстанской полиции – это знак благодарности всем тем, кто самоотверженно служит в рядах казахстанской полиции и стоит на страже порядка и общества. И мы продолжаем вас знакомить, дорогие телезрители, с молодыми полицейскими в рамках нашей передачи «Молодежь.Лайв». И следующий наш спикер – старший инспектор службы патрульной полиции Ахонов Шигер. Здравствуйте, Шигер. И для начала расскажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете полицейским и почему вы решили работать в этой сфере? Я более пяти лет работаю инспектором службы батальона патрульной полиции города Уральск. И с детства у меня была мечта стать полицейским. И это мне, в первую очередь, доставляет удовольствие, помогать мирным гражданам, следить за порядком. И как-то после армии я достиг своей цели, начинался с младшего сержанта. И хвала Аллаху, вот старший лейтенант полиции. Следующий вопрос. Какой у вас рабочий график? Расскажите, как проходит ваш день? У нас ненормированный трудовой день, конечно. Начинается с 8 утра до 8 вечера. Иногда длится этот рабочий день. Шигер, скажите, с какими трудностями, сложностями вы сталкиваетесь в своей работе? Мы сталкиваемся с разными случаями. Но в основном мы же напрямую общаемся с людьми. И каждому человеку нужен особый подход. Иногда нужно быть психологом или включить учителя. И у людей бывают разные эмоции. Некоторые там поссорились с семьей. Или у кого-то кто-то болеет, кто-то куда-то торопится. Надо каждому вот это его нарушение объяснять. Степень. Да, степень. И в первую очередь помогать, конечно, и быть человеком. Поделитесь, пожалуйста, Шигер, с интересными случаями из вашего опыта работы. У нас бывают разные вызова разного характера. И в один случай, если не ошибаюсь, 31 декабря, когда я ехал по дороге, по окружному шоссе, одна женщина попала в ДТП. И когда мы подошли, женщина одна была и за рулем. И сзади у нее сидит маленькая дочка. И женщина лежит без сознания. Оказали первую медицинскую помощь. Она была в очень шоковом состоянии. Почти без сознания. Взяли на борт. Как раз шел снег очень. Метель на улице. Мороз. И доставляли в областную больницу. Оказали первую медицинскую помощь. Как сказать. Ну, разные случаи бывают. Все, как и получено. Конечно. Шигер, и ваш профессиональный праздник. Мы хотели бы поздравить вас с праздником, с Днем полиции. И хотелось бы услышать уже ваши пожелания вашим коллегам, полицейским, а также нашим телезрителям. Я бы всем, кто в отставке, всем действующим сотрудникам пожелал бы, самое главное, быть терпеливым, выносливым. И оставаться всегда человеком. И пожелал бы всем благополучия, карьерного роста, счастья, здоровья. На каждом соблюдать закон. Помогать полицейским. И для процветания нашей страны. Работа следователя опасна, трудна, но интересна и многогранна. Целью их работы является расследование и раскрытие уголовных дел. И в нашем выпуске программы «Молодежь.Лайв» мы продолжаем знакомить вас с молодыми полицейскими. И следующий наш спикер, как вы уже догадались, следователь, молодой следователь Абайского отдела полиции Адаев Тимурбулат. Тимурбулат, для начала скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете следователем и почему вы решили стать им? Здравствуйте. Я мечтал, в принципе, с детства стать следователем. Работаю я в органах с октября 2018 года. Тогда я пришел стажером. Первый свой приказ прошел я в мае 2019 года и получил звание лейтенанта полиции. В принципе, помню первый день свой, как я пришел на работу. Я попал в кадры. И меня тогда спросили, кем ты хочешь стать? Не знаю почему, но мне в голову, кроме следователя, ничего больше не пришло. И я сразу сказал, следователь, следствие такая служба, что здесь всегда нехватка людей. И меня взяли без вопросов, в принципе. Наоборот, рады были. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своей работе. В чем же заключается ее специфика? Специфика работы очень сложная, в принципе. Потому что за каждым уголовным делом судьбы людей есть судьба потерпевшего, который нуждается в помощи. Есть подозреваемые, которые также разные. Бывают подозреваемые рецидивисты. Бывают нечаянно первый раз совершили. И каждому человеку нужен свой подход особенный. И поэтому по-разному надо подстраиваться под людей, уметь общаться с людьми. Вот, мне кажется, такая специфика. И быть чутким. Следователь должен, мне кажется, в первую очередь сдержанностью обладать. Потому что очень нервная работа. Устаешь как морально, так и физически. Должен обладать в первую очередь знаниями. Потому что без знаний, как ты можешь расследовать какие-то уголовные дела, если ты сам в этом не волокешь. Скажите, а какие дела вы расследуете и какие наиболее сложные для вас? В Абайском отделе расследуем уголовные дела разного. Разной категории, сложности. От небольшой тяжести, то особо тяжких расследуем. На данный момент у меня в производстве есть несколько особо тяжких. И в основном все тяжкие и раскрыты уголовные дела. Мне кажется, нужно на данный момент акцентировать внимание на преступлениях, мошенничества. В основном это электронное мошенничество. Потому что люди, совершающие эти мошенничества, они находятся, возможно, в других городах, в других странах. И порой найти преступника очень сложно задать. Люди очень доверчивые. Порой даже после уже как их обманут, они думают, и как элементарно они повелись на вот это мошенничество. У меня был случай, когда человеку позвонили и сказали, что на вас собираются оформлять кредит, вы должны немедленно опередить этих злоумышленников и пойти в банк и самолично взять кредит. После чего этот человек пошел в банк, взял на себя кредит, вышел из банка, положил вот этим людям, которые звонили ему на Киви кошелек, думая, что он перекрыл свой кредит. И так и ходил. Пока ему не начали звонить с банка и требуют оплату. На вопрос, почему он не обратился к сотрудникам банка, он сказал, что ему по телефону сказали, что в банке одни мошенники, и обращаться, и разговаривать с ними не надо, просто надо молча взять кредит и все. Если так посмотреть, то в принципе это элементарно, что не надо вестись на вот это. Но все равно граждане почему-то доверяют. Темир Булат, если вы пожелали нашим телезрителям быть более бдительней и осторожней, то что бы вы пожелали своим коллегам в профессиональный праздник, в День полиции? Коллегам в первую очередь хотел бы пожелать всего самого хорошего, всех с праздником. В нашей службе очень мало таких ярких моментов бывает. Все службы по-своему сложны, поэтому выделять я никого не собираюсь. Всем терпение, благополучие, самое главное семейного счастья, чтобы несмотря на все тяготы службы, дома вас ждали всегда. Дорогие телезрители, а мы завершаем нашу программу «Молодежь.Лайф» на телеканале АКЖАИК. И наш выпуск мы посвятили всем тем, кто выбрал своей основной миссией – охрану, общественную порядку и борьбу с преступностью. В нашем выпуске мы увидели, как молодые сотрудники с большой ответственностью и совестью относятся к своей работе. Дорогие телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Будьте осторожны и бдительны. До новых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!